На сцене настоящее боевое оружие. Взрывоопасные предметы. Нашивки, которые чаще всего используют солдаты ВСУ. Рядом портреты погибших героев армии России, защищавших родину в ходе специальной военной операции. А в зале молодые люди, школьники и студенты Ленинского городского округа, для которых этот день запомнится надолго. Представляю наших гостей. Самый главный гость – это наш удивительный человек, который защищает нашу родину. Пока мы здесь воспитываем молодежь и детей, он на передовой боевом подразделении, боевое усложнение защищает наше жильное небо. Воробьев Алексей Юрьевич, командир танкоров Кантемирской дивизии. Встретиться с бойцом СВО поистине удача. Две недели коренной местный житель и выпускник видновской школы номер 5 Алексей Воробьев находился в отпуске. Поэтому, когда поступило предложение пообщаться с молодежью, сразу согласился. Ведь по личному признанию для него честь делиться опытом, как боевым, так и жизненным. Здесь осталась небольшая дворятость. Я думаю, что у нас будет сегодня будет давать, потому что, то есть, к нам с ним на следующий день приезжаем. Там тоже. И через день мы уезжаем. Вопросов гости встречи задавали много. Тематика разная. Руки поднимали не только мальчишки, которым интересно, как устроен танк, или каким было самое опасное боевое сражение Алексея, но и девушки. Их вопросы связаны с семьей, супругой, супругой и дочкой. Родные герои, кстати, тоже находились в зале. Я служил, тоже так действовал, только в мирное время. Мне это все знакомо, но я это проходил, как бы, Алексей, в мирных условиях. Но не 12 дней. И вот я смотрю, как реальный человек в реальных условиях реально применяет смекал. А это у нас будет, ну, впрочем, мы сейчас всю жизнь. Русский человек должен применять смекал. В завершении встречи все присутствующие почтили память погибших на СВО жителей Ленинского городского округа минутой молчания.